Приветствую вас, мои дорогие подписчики и посетители канала. Сегодня я вам расскажу про горное озеро Блет, которое находится в Словении и считается самым красивым озером в Европе. Словенцы его называют Езеро Блет или Блейское Езеро. Нам тоже надо его называть или Озеро Блет, или Блейское Озеро. На озере я был много раз и поэтому знаю о нем почти все и, соответственно, вам расскажу. Озеро лежит на высоте 475 метров над уровнем моря, длина 2120 метров, ширина 1380 метров, Поверхность 1,5 квадратных километра и глубина 30 метров. Озеро и окрестности очень популярны среди туристов, поэтому многочисленные отели и апартаменты, особенно летом, всегда полны. Здесь на озере три достопримечательности. Первая – это Блейский остров, вторая – Блейский замок и третья – Блейская Кремшнита. Сейчас здесь плавают уточки. Какое-то время назад Озеро заселили лебедями. Они разножились, обнаглели, уже начали нападать, требовать от людей чего-нибудь вкусненького. Сожрали все газоны и их отселили с озера. Теперь плывем на Блейский остров. Туристов доставляют на остров на деревянных лодках, которые называются Плетни. Вот так выглядит Плетня. Способ гребли, как на венецианских гондолах. Вместимость – 20 человек. А чтобы ни от кого не зависеть, второй способ добраться до острова – это взять на прокат весельную лодку, размять мышцы, показать подрастающему поколению, что есть весло и как им действовать, чтобы лодка двигалась к цели. На острове находится церковь Успения Марии, построена в 1665 году. В церкви от воды ведет лестница, состоящая из 92 ступеней. Символика в том, что верхняя ступень как бы упирается в небо. Если в церкви происходит венчание, то жених должен принести невесту в церковь по ступеням на руках. В церкви можете позвонить колокол желаний. Загадал желание, дернул за веревку и готово. Все исполнится. Теперь пройдем в замок. 50 метров ниже замка находится паркинг, оттуда пешком. Во дворе ресторан, средневековая типография, где показывают, как раньше печатали книги. Средневековая кузница. Внутри замка обычный музей с манекенами облаченными, средневековой одеждой, с обязательным рыцарем в доспехах. С интерьерами комнат. Наибольшее впечатление меня произвел туалет в одной из комнат. Открываешь крышку, а внизу 100-метровая пропасть. Желающие могут объехать вокруг озера на туристическом паровозе. Следующая достопримечательность озера это близко к Кремшнито. Оригинальная Кремшнито выпекается в кофейне Парк на Бледу с 1953 года. С тех пор выпечено более 12 миллионов Кремшнито. Сезон по 5000 штук в день. Если выложить все Кремшнито, выпеченные за эти годы вокруг озера, то получится стена высотой 6,5 метра. Оригинальная Кремшнито имеет размер 7 на 7 на 7 сантиметров и когда ее ложат на тарелку она должна дрожать. На этом мы заканчиваем наш обзор экскурсии по озеру Блед. До следующих встреч. Вам здоровья и удачи. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова